Позади третья серия 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 Обычная окислятина, у меня много часов потрачено на изучение этих виршин. Они приехали с переселенцами, они слегка одичали, они стали кислее, мельче. Их качество как бы перешло на трой план. Назовем это уже не доминирующими генами, а здесь все-таки существуют, они в пассивном состоянии. Вот поэтому, что я сотворил чудо. Здесь было три прививки черешни. Вот видите следы, вот следы прививок остались, вот следы бирки где-то, если приглядеться получше. И все три прививки умерли. Я вот этой нашей любимой, моей человеку, который для меня стал еще одним учителем, только потому что, смотрите, вот, итак, получилось одно из черенка срезанное с вишней сибирской штамбой, с генами черешни, то самое дерево. Вот, я надеялся на это, я мечтал об этом, но когда это случилось, я понял, что мне помогает Бог и его ангел, ответственные за садоводство. Вот, одно дерево у нее с крупными вишнями, а другое с черешней. Смотрите, крупнее моих. Почему? Потому что вишня сибирская штамбовая, она настолько мелкая. Ну вот, посмотрите на свои ногти. Вот, если взять, примерно, вот, посмотрите на ноготь, на указательном пальце, которым мы нас указываем. Вот, и вот, вот такие, вот, размер с ногти, а у меня вишня. А теперь смотрите на это чудо. А вот она черешня, настоящая, смотрите на листья. Вот, вот снова вишня. Вот это чудо и чудес. Так, и, вы знаете, прошло несколько лет, случилось опять чудо, опять рекорд, опять сенсация. Уже, видите, сколько, уже в прошломае увидели, еще много видели такого. Помните, в моем саду, это с громадными плодами. Моя ученица лучшая, Савидича Александровна. Вот, и вдруг в этом году я получаю еще одну сенсацию. Самый крупный плод, который я держал в руках, и зафиксировано, держал крупнее, там, допустим, где-то 120 грамм, может, 125. Вот. Но официально на весах, на электронных магазинах, 118, все. Ну, были 113, 110, и так далее. И вдруг, та самая Людмила, та самая, Валерика вдруг нашлась. Я не ожидал этого, я не раз показывал, хвастался, где же моя Людмила. Но, заметьте, по памяти Железова, то есть, вот, все, что вот это здесь написано, это не ее слова, это мои. А фотографии ее. А тут еще скажут 50 на 50. Что же это за человек такой? Вот. Фактически, чуть ли не в это самое, на нелегальном положении. Вот. Александрова Людмила. Смотрите сюда. Вот это ее письмо. О, у меня же переписка с ней. Валерий Константинович, здравствуйте, это Людмила из Калининграда, ваша поклонница и ученица. Я к ней сюда пишу с учеником. Посылаю вам три видеоотчета. Смотрите. Ну, сало как сало. В смысле, казалось бы, абрикос как абрикос. Я посмотрел на фотографии, еще и не врубился. Вот. Интрига чуть ниже. Сажать, это письмо от нее, сажать на Моя Савинсу уже некуда. Но так хочется размножить этого великана. На непривитых плоды вкусные, но скромных размеров, под 4 метра высотой. Может, стоит попытаться привать крону таких абрикосов? Да, Людмила, привайте. Вот. Внимание, сенсация еще впереди. У меня 55 деревьев абрикосов, выросли из костика. Половину из них я привела вашими черенками. Незадача. Каждый год во время цветения случаются заморозки и полудношения, прямо скажем, скромные. Благодаря выжженцев и цветочкам. Нам хватает за счет количества деревьев. Логично. К стыду своему перепутала все сорта. Не знаю, где какой просто хотела, чтобы были разные абрикосы. И вот что, внимание, интересно. Одно дерево каждый год дает плоды гораздо крупнее остальных. В этом году 130 грамм в среднем. Там, да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да. Живьем. То есть я поехал в сад, к Тотарову, Владимиру Александровичу. Этот фильм, вот он канал, да, вот он канал. Я не просто отвлекаюсь, это все серьезно. Вот он канал, и здесь, видите, как там дальше, вот сюда, 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 и еще дальше, эти самые два фильма. Но их надо искать. Один снятый в Тотарова, вот уже второй фильм у него, первый в 16-м году снимал. Вот, и там мы ходили и облюбовывали черенки вам на прививку. Ну, там полтора десятка сортов. Вот, вот как оно выглядело, внимание, смотрите. Потом он их нарезал, вот они, видите. И что получилось? Фильм снят, попал, пусть скромно, пусть у нас не тысячи и не миллионы просмотров, а сотни. Пускай, но так получилось, понимаете. Вот, что ученый из, скажем так, из Барнаула обратил на него внимание. Второй фильм был снят у Чернобаева, так, Ленина Дмитриевича. И у него уникальный сад, причем его сад на 90% из моих клонов. То есть от меня переехали туда эти самые черенки разные, и получился уникальный сад. Чуть моложе, ну, то есть, как бы сказать, еще одно поколение. По двое-то у нас практически одинаковое, кроме одного сенсационного случая. Но это я вас интригую, когда-нибудь расскажу. Итак, получилось, что эти два фильма увидел ученый из Алтая. Звонит мне Дускобилов, а это человек, это сам Дускобилов. Последний должник заведующий лабораторией Института аграрных проблем города Абакана. Он же, по совместительству, мой друг, 25 лет он курировал мой сад, в плане, что ходил, записывал, брал у меня материалы в виде косточек и в виде черенков. Так же. Вот. Это было. Вот. Мы с ним дружили, он такой же питомниковод, как и я. Ну, жизнь заставила и часто питомник иметь, и правильно. Вот. Иначе его последняя зарплата была. За стулья держитесь? Заведующий лабораторией. 15 тысяч. Представляю, какая у него сейчас пенсия. Даже страшно представить. Вот. И вот так и живем. И вдруг он мне звонит вчера и говорит, Константинович, к тебе хочет, сейчас там приехал этот самый, хочет посетить три сада. Он видел эти фильмы. То есть твой, Тотарова и Чернебаева. Ну, я сразу сказал, у меня ковид. Я сразу отпадаю. Вот. Дал два телефона, Тотарова и Чернебаева. Вот. Думаю, ну, договориться, договориться. Вот. Помышкует там, помышкует. Что-то. Может, купит. Может, так дадут череночки. Вот. Хотя перед зимой лишняя каждая обрезка, это опасно. Вот. Вот такая история. Видите, как бывает. Вот вся наука, вот, только обратили внимание. Вот. И больше пока ничего. А мы с вами, вот, запрыгнули на страшную вот такую высоту. Ведь невероятно. Не может этого быть никогда. Чтобы вот так вот просто... А, и она спросила, какой это сорт. Я говорю, ну, и как, какой бай? Вот. Бай. Вот. И этот бай, значит, взял. И у меня-то самая крупная, 80 грамм. Обычно 50-60, а у меня 135-133. Вот. Вот это, я вам скажу, да. Это лишнее. Еще один гвоздь в гроб традиционного садоводства. Поверьте, бесконечно. Я хоть разговаривался, но у меня же эти примеры, они убийственные для науки. Ребята, ученые, прекращайте заниматься бесконечным пересевом. Прекращайте кастрировать эти слова-то какие. Кастрировать цветы, чтобы получить нужный вам сорт. Прекращайте это, прятать их от свободного опыления с помощью презервативчика, так называемых марликов, мешочков из марли. Вот. От этого прекращайте. Дайте им свободу. Вот что вырастает на свободе. Вот. И как меня пригвоздили две дамы, выпустив с этими рядуки, обе работают в науке, вот, обе ведут страницу миллион сто тысяч подписчиков на крупном канале, обе, значит, обрушились на моего брата, потом на меня, что мы выворачиваем всякую херню. Например, у железа при свободном опылении и косточки железа, которые он продает по тысяче рублей, ну, врать так врать, которые он косточку продает по тысяче рублей. Кстати, вот эта косточка стоит тысячу рублей. Нет. Тысяча долларов. Вот. Но если кто-то бы понимал это, а их слова железа, вы купите, и у вас вырастут дички и жирдели. А мы с вами уже снимаем четвертую серию, и сколько уже из косточек посмотрели абрикосов, персиков, слив ни одной ягодичка, ни одной жирдели. Великолепные плоды. Был случай, там, проходили мы, кажется, во второй серии, когда сианец по крупности превзошел привитый королевский. Вот это и есть волшебство. Мы не связаны никакими ограничениями. Мы, у нас нет флажков, в науке флажки. Сейте, пересеивайте, сейте, пересеивайте. Отказаться от вегетативной гибридизации. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Это вегетативная гибридизация. Вы что, ослепли? Это все правда, это не это самое. Это вам не это самое сказки, когда с интернета даже ученые понадергивают этих фотографий. На их горе попадаются мои. С линейкой моей фирменной. Вот. Представляете? Она дергивает. Вот вам и все объяснение. Вот вам и вся наука. Фотографии липовые. То есть не липовые, но не ихние. Вот. Вегетативная гибридизация будущей науки. Вегетативная гибридизация будущей науки. Пожалуйста, друзья. Вот. Вот сейчас приехал, ну, этот самый, этот ученый. Ну, как приехал? Если просто, если понять такое, попросить там увезти, чего-то там копаться. Другое надо. Признание надо. Представьте себе, получай официальное письмо от какого-нибудь академика. Константинович, берите нас в союзники. Или мы вас берем в союзники. Только ваша фамилия будет там у нас. Три академика. Два член-кора. Пять этих самых докторов наук. И еще восемь кандидатов. И ваша фамилия будет шестнадцатая. Но мы перевернем всю науку. Соглашайте. Да согласен. А не просто приехал, нарезал черенков и исчез навсегда. Сколько у меня в таких случаях было. Вот я выговорился. Но еще у меня десять минут. Пока остановится видеокамера. Это у нее же. Это у нее же. Вот. И, наверное, Катя Челябинс. О! Сейчас я увеличу, чтобы вы могли прочитать. Крупный план. Итак. После всего, что я наговорил. Лучше бы, наверное, остановиться даже. Почему? Наверное, мы так и сделали. Знаете, почему? Пусть этот фильм будет короче. Но меня все время ругают за длинный фильм. Этот получается двадцать минут. Зато вот эти последние. Мои предложения науке. Они. Вот. Помните. Четверица. Все запоминается последнее. Давайте мы этот фильм сейчас закончим. А потом. Смотрите, друзья. Мы. Одну треть. Четыре серии. Мы только одну треть проработали. Смотрите, что будет потом. Вот это все я буду комментировать. Вот это все. Видите как? Вот. Это не случайно. Смотрите, какие слова пойдут. Там уже был черешня. Вот. По железам. И вот это все мы с вами. Персики. Опять персики. Опять персики. Опять персики. Вот. А вот это мои враги. Я проходимец. Врет, как все в мире. Я Наполеон. У меня два метра снега. У меня по щиколотку обычно. Снега. Самый малоснежный район Сибири. Самый малоснежный. Вот. Ветективный георизатор. Это лженаука. Вот. Я тогда написал. Братцы. Я же не знал и не хотел. Но само. Объяснения были уже потом. Ухаживать до смерти дерева некогда было. И вот они без ухода. Поняли? Все, друзья. Я заканчиваю четвертую серию. До свидания. Жизнь продолжается. И я вам еще раз говорю. Вот он мой канал. Я раньше так не делал. Стеснялся. А вот результат. Как 9 тысяч подписчиков было. Так 9 подписчиков. С копейками. И сейчас. Видите? И сейчас. И здесь уникальный материал. Которого нет. Ни в одном институте. Университеты когда-то студентов будут учить по моим программам. То есть. Знаете как? Еще минутка. Нет. Забудется самое главное. То самое. Подписывайтесь, друзья. А поговорить мы еще успеем. До свидания. Железо остается на проводе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok